Итак, очки. Очочки не сидят. Самый добрый день, самое доброе утро, вернее, нос. Очки соскакивают. Красная, красная помада. Ну, если будут соскакивать, я поменяю на другие. Оп, соскочили. Очки. Ну что ты, давайте держитесь. Не хотят держаться. Какие? Где вы? Где очки мои? Где вы? Ладно, если что, одену. Вот эти. Или вот эти. Придется поменять. И щечки, они у меня под носом лежат. Поехали. Поехали. Боже, какая замечательная жизнь. Меня замучили. Почему вы делаете видео только дома? Почему только трансляции? Вот, пожалуйста, теперь не трансляция. Я включила свою камеру. Поехали. Вон, выставила дрессер. Дрессер, как на русском сказать. Не важно. Поехали. Поехали. Погода замечательная. Погода, раз, чудесная. Так и шепчет. Так и шепчет. Так и шепчет. Займи, ну выпей. Так, немножко я себя сильно приблизила. А как мне себя назад подалить? Вот так, вот так. Давай, иди назад. Иди, красавица, назад. Так, поехали. Накрасила губы красным, потому что немножко скучаю за красной помадой. Ты посмотри. Не падать. Стоять. Браслет. Ты посмотри на них. Сейчас поменяю очки. Потому что буду всю дорогу ловить их. Итак, еду в сам склад. Написала Зули. По-моему, она мне не ответила. Сейчас, секундочку. Написали. Зуль, тебе что-то надо? Зуль, тебе что-то надо? Нет, ничего не ответила. Значит, не надо. Или, наверное, сильно занято. Ладно. Поехали в сам склад. Поехали. Куплю Дугласу краску для его усов. Он же красит свои усы. Усит свои красы. Или красит свои усы. Только не купи мне краску для волос. Купи мне краску только для... Ну ты посмотри. Стоять. Браслет. Не хотят. Сейчас я поменяю свои очки. Сейчас там надо перекрестки. Поменяю свои очки. Итак, куплю Дугласу краску для мэстэш. Для усов. Поеду в Сэмс Клаб. Так, куда мне сначала ехать? Куда? А, мне надо сделать ключ. Мне надо сделать ключик. Это три минуты делать ключик. Сейчас я сниму весь процесс, как делается ключ. Изготавливается специально. Это аппаратик стоит в Walmart. Давайте, 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 давайте. Так, так, так. Погода! А, погода, боже мой. Сегодня утром было 20 градусов. У нас засуха. Конкретная засуха. У нас очень долго не было дождей. Вот этот райончик только-только новый построили. Вот недавно здесь была Arbor Trail. Недавно здесь была тишина. Там была пустота. И построили. Прямо касается нашего нейбор-фуда. То есть я со своего дома могу видеть крыши этих домов. Хотя въезд только с этой стороны. Итак, потом поеду в Сэмсклаб. Мне надо что-то купить в Сэмсклабе. Ай, я забыла! А что мне надо было в Сэмсклабе? Ай-яй-яй, память моя любимая. Память моя хорошая. Ладно, сначала ключик. Концентрируемся. Концентрируемся сначала на ключе, а потом... А потом на Сэмсклабе. Такое состояние какого-то вселенского покоя. Меня ж так типало. Меня так дергало перед тем, как знакомиться с родителями моего жениха. Боже, как меня всю я... Сколько себе сил истрепало. Так, 2,33 бензин. Слава Богу, что у меня машина не класса люкс. Потому что машина класса люкс. Вчера приехали мои хорошие знакомые из Темпы. Рома привез свою жену. А в жены здесь она привезла своего брата. Мальчик у меня сейчас будет же 2 недели. А у Ромы Лексус. И мы когда стали говорить за бензин, он говорит, да, бензин 2,89. Я говорю, ооо, уже 2,89. Он говорит, нет, это класса люкс. То есть люди, которые покупают такие дорогие машины, они, конечно, сильно попадают на бензин. Ну, будем говорить, 50 центов разница между галлоном бензина. Как я говорила, у меня машина 6 цилиндров, да? А, не помню. Да, 6 цилиндров. У меня мощная спортивная машина. Ниссан Экстера. Все, очки я вас меняю. Вы мне надоели. Падайте мне на нос. Идите нафиг. Идите отдыхайте. Одену нормальные очки и буду нормальной женщиной. Вот так вот. Вот так вот. Все. Так что люди, которые покупают такие BMW. Я не могу на русском сказать. Господи. BMW. Это BMW. Или Mercedes. Или вот такие шикарные машины. Они, конечно, сильно попадают на деньги. Но, с другой стороны, если вы покупаете такую дорогую машину, значит, у вас есть как бы деньги на бензин. Я, как уже сказала, у меня машина 6 цилиндровая. И у меня уходит на 15 миль один галлон. Один галлон это почти 4 литра. Я много раз об этом говорю. Там опять коди строительства идет. Дороги строят, расширяют. Такую красоту везде делают. Боже мой. Откуда такие деньги берутся? Сзади меня мальчик на мотоцикле. И, конечно, я иногда работаю на Uber. Uber это такси. Я очень люблю. Мне так иногда хочется поехать по Uber. Но у меня вечно что-то цепляет. То одно не доделает, то другое не доделает. Думаю, когда я уже буду свободна, чтобы с утра сесть и поехать целый день поработать на Uber. Во-первых, это деньги хорошие. Во-вторых, это встреча с новыми людьми. Это тоже здорово. И, в-третьих, я очень люблю рулить. Для меня, если я день не порою, все, у меня как бы день. Ух, какой ты злой. Ух, какой ты прям агрессивный. Поехал. И, конечно, мне невыгодно уберить на моей машине, потому что у меня слишком большой расход топлива, расход бензина. Но, с другой стороны, все равно это выгодно. Как бы там ни было. Uber, если взять в среднем, Uber платит 1 доллар за 1 милю. Допустим, провезла кого-то 15 миль, 15 долларов у меня в кармане. Но, опять же, это с учетом уже, по-моему, вычетов. Да, потому что Uber забирает 20%. Я считаю, что это очень много. Это слишком много 20%. Но я надеюсь, что Uber когда-то пересмотрит свои расценки и все-таки не будет так обогащаться за счет нас, простых водителей. Куда я еду? А, все, я еду в Walmart. Я еду в Walmart. Мне надо сделать ключик. Потому что у меня уже две комнаты под сдачу. В одной комнате временно живет мальчик. Совсем временно, совсем недолго. Потому что я сама буду искать ему какую-то квартирку подешевле. Недалеко от работы. Он тут работает недалеко. Он на велосипеде добирается до работы туда и обратно. 20 минут тратит на... Ну, проехать это 3,5 мили до работы. Поэтому, конечно, ему на дождию это поближе подыскать и что-то подешевле. Но пока, так как у них выхода не было, была только я. Я, естественно, ну, уже... Я сначала отказала, а потом согласилась. Хороший такой мальчишечка. Я его назвала вчера мистер... Мистер... Релакс, можно так сказать. Он спокойный, как танк. Такой просто мистер спокойствия. Да, мистер спокойствия. Спокойный, спокойный. Такой приятный мальчишечка. Хорошенький. Ну что, теперь говорим о чем? О самочувствии. Самочувствие супер прекрасное. Распрекрасное. Я просыпаюсь сейчас каждое утро просто с улыбкой на лице. Звоню любимому. Я беру трубку в руки. У меня уже вот так. У меня улыбка вот так. Уже прям как у Буратино. По-другому не скажешь. Какое-то такое, слава богу, наступило какое-то спокойствие. Тоже я дергалась, переживала. Надо мне, не надо мне. Бросить его, не бросить. Ты изменил мою жизнь. Это не нравится. А тут бензин 2,36. На 3 цента дороже. Куда я так несусь? Куда я так несусь? 50 миль, не больше все. Покажу красивые места. Боже, как красиво. Боже, ну как же красиво. Я вчера... А мальчик этот жил, который сейчас у меня живет, он раньше жил в Нью-Йорке. Приехал из Нью-Йорка. Там родители. Они живут на русском районе, как он называется. Этот бич, господи. Русское это поселение в Нью-Йорке. Кто скажет? Брайтон Бич. Брайтон Бич, да. Я у него спрашиваю, как тебе Флоре это нравится? Ну, он оставил это без ответа. Я поняла, что ему не очень нравится. Ну, наверное, конечно, с мамой, с папой мальчика разлучили. Заставили работать. Хороший мальчишечек такой приятный. Вообще, семья замечательная. Эти двое деток... А я Рому сто лет не видела. Оказывается, уже двое детей. Рома, это что все твои? Когда ты успел? Мы же вроде недавно встречались, ты был не женат. А оказывается, сколько лет мы не виделись. Короче говоря, я очень рада, что мальчик поселился. Такой мальчишечек, я еще раз говорю, приятный, такой хороший. Прям такой спокойный, спокойный. Вот как хочется иногда быть... Я завидую иногда таким людям, которые вот мистер спокойствия, либо миссер спокойствия. Море по колено, и все по барабану. Может быть не так, но внешность такая у него. Вот какой-то взгляд такой спокойный. И сам такой спокойный, и движения такие спокойные. Я такая дерганая, как кукла на ниточках вся. По-другому как скажешь. Короче говоря. Вот привыкла вести трансляции, чтобы с кем-то разговаривать. А сейчас как-то даже у меня и не говорится ничего. И думаю, что надо бы что-то рассказать. А рассказать что? Сказать, о чем поговорить? Давайте поговорим опять про Самвела. У меня там некоторые... Я посмотрела, Самвел не удаляет вообще никакие комментарии со своего канала. Поэтому я думаю, но Самвел уже настолько привык ко всем гадостям. И я тоже не буду удалять. И тем более, что там многие заступили за Самвела и под гадючими комментариями написали свое мнение о Самвеле. Что Самвел действительно уникальный, классный. Я его люблю всей душой. И вообще Самвел это просто сокровище. Это счастье какое-то неземное. И действительно у него громадная, громадная, мягкая, теплая душа и оголенные нервы бедного мальчика уже задрали, конечно. Уже как его задрали. Ну, они и меня, собственно, задрали, хейтеры. Я не знаю. По всей видимости, это какая-то определенная группа людей, которые недовольны жизнью, может быть, чему-то, может быть, завидуют. Я не знаю, почему. Я не знаю, откуда в людях берется столько гадости, столько желчи. Вообще, даже трудно представить себе, как этот человек живет, в каких условиях этот человек живет, что он ест, что он пьет, как он разговаривает, как он выглядит. Но я их представляю такими желчными, желчными, такими желтолицами, такими старухами. Может быть, они там и 40-летние, и 30-летние, но они все равно старухи, потому что ни один нормальный человек, который… Опа, надо было мне… Сейчас я тут сверну. Который был бы удовлетворен в жизни, он никогда не будет сидеть и строчить вот эти вот гадости. Просто вот строчить гадости, гадости. С него прет, прет с этих людей. Просто вот этот яд выливается, выливается. По всей видимости, конечно, люди очень ограничены, очень неудовлетворены жизнью. И вот на них, видимо, вот наша какая-то признательность людей к нам. Их так это раздражает, их это так нервирует. Они ночами не спят. Они пересматривают мои Самбэла-видео с тем, чтобы найти у него там где-то грязную чашку, там либо что-то. Вот, Самбэл, ты там засранец. И все, какая кому разница, кто как, кто засранец, кто не засранец. Дома на себе наведи у себя в порядке. Ну не дома, так в своей голове наведи в порядке. Ну что у тебя в голове такой сброд, такой мусор, что ты пишешь такие гадости. Понятное дело, что у тебя просто дерьмо в голове вместо мозговых. Ну опять же, мне надо высказать, потому что меня тоже затрахали до ума помрачения. Так, мне, да, мне надо сейчас здесь повернуть или обратно ехать. Нет, здесь я сейчас поверну в Умар. Пойду, сделаю ключик, покажу весь процесс. Так здорово, очень быстро, очень, очень просто. Мне нужен ключик, потому что вторая комнатка у меня тоже сдается. У меня всего лишь два ключа. Один ключ отдала мальчику, второй ключ у меня, и третий ключ, понятно. А-а-а, дело нужно, тихо-тихо-тихо. Ну куда, а, мне туда немножко приехала. Ну ничего страшного. Я вот так вот хружутик по торговой плазе. Куда ни глянешь, везде торговые платочки небольшие. То есть все размещено рядом с домом. Вам нужна парикмахерская, вы всегда найдете парикмахерскую на торговой плазе рядом с домом. Обязательно найдете здесь всегда пиццерию. И многое другое. Ну и ресторанчики какие-то, понятно дело, какие-то продуктовые магазины, и в каждом продуктовом магазине, как я уже говорила, есть твоя аптека. Тут вообще аптечный бизнес, я так понимаю, это, наверное, самый лучший бизнес вообще здесь в Америке. Ну не самый лучший, но, во всяком случае, один из самых лучших. Потому что... Так, а как мне... А как мне... Давай-ка я поеду сюда. Чтобы этот стол уже не зацепить. Мальчик, колеса, тик! Хоть бы машину не поцарапать! А-га-га-га-га-га-га-га-га! А все занято! А все занято! Я сейчас вот сюда проеду. Тихо-тихо-тихо, чтобы не зацепить тележку уже. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот опять же, и вот написано в фармасе, то есть в магазине есть фармасе. Фармасе – это актер. Боже, какая сказочная погода, я не перестаю удивляться, никогда не перестану восхищаться вот этой флоридской погодой. Какая сказка, какое чудо. Вон белые, как они называются, магнолия, вон она, как цветет магнолия, вон какие громадные белые цветы. Это просто она цветет, Флорида, всю жизнь, каждый день, весь год, все в цветах. Не такие, а так такие. Ай, какая сказка. В магазине пропавшие люди, в основном пропавшие дети. Миссинг – это пропавший без вести. И людей просят, ну, оповещают, что есть такие люди, просят помочь. Вот такие тележки электрические, если у вас болят ножки, если вы не можете хорошо двигаться на ногах, пожалуйста, электрические тележки. Все это абсолютно бесплатно. Если вы приехали в магазин с человеком, которым, ну, допустим, без тележки, вот, вы берете эту телегу и возите человека по магазинам. А вот, опять же, салфетки. Вот, опять же, салфетки. Вайпевые джерпс. Сотрите ваши, как они, джерпс, джерпс. Микробы мальчика, зеленые мальчики. Говорю, помоги мне, потому что я помню, Аллочка когда-то здесь делала ключи. Сейчас я начну делать свой. Надо вставить карточку. Засунь свой ключ. Только куда его засунуть? Ага, вот сюда. Вот так. Вот, я засунула свой ключ. Дальше. Insert key. Дальше. Ага, вот он пошел идентифицировать мой ключ. Please select your desire key. Так, пожалуйста, выберите ваш дизайн. А зачем мне дизайн? А нельзя это? Какой мне выбрать дизайн? Я выберу вот этот подешевле, который 3 доллара стоит. Так. Так, один. Сколько? Чек-аут. Один. Total один. Чек-аут. Ну и дальше что? Нет, more не надо. Not in. Они предлагают. Я уже вставила свою дебет. Я вставила свою карту. Виза. Я уже вставила карту. Ну, давай еще раз вставлю. Вставила. Юр, поминку, но ты просит. Почему? Я что, не той стороной? А, все, я поняла. Надо вот так вставить. Все, я поняла. Надо верхом эту штучку. Ну. И что дальше? Нет, не надо. Мне special offer еще один. Еще один ключ. Нет, не надо. Would you like a receipt sent to you? Yes, yes. Text receipt, yes. It's like you. Are you? I don't need it. Cancel. No thanks. Все, жду. Жду. Жду, пока они сделают мой ключ. Вот, пошла работа. Работа пошла. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Так, включилась машина. Так, включилась машина. Все, пошло выпиливание. Пошло выпиливание. Сейчас ключик будет готов. Ура! Все, что ли? Все, что ли? Опа. Все, ключик мой готов. Все. Спасибо, блин, большую. Все, я взяла два ключа. Все, спасибо большое. И тебе, thank you. Все, пошли. Я думаю, что, вот сегодня, опять же, откуда возникают темы? Меня сейчас отпрашивают, где вы берете темы? А темы не беру нигде. Просто вот, как сказать, где-то что-то увидела, прочла и поехали. Сегодня мне написала девочка комментарий. Я была в прямом эфире, она мне написала комментарий. «У меня есть любимый мужчина, и мне нужно переезжать, я так поняла, в Америку, но я боюсь». Я ей ответила, что если ты боишься переехать к мужчине, значит, ты его не любишь. Потому что, если, ну, когда мы любим человека, мы готовы пойти к ним на красавицу, мы готовы отдать им почку, там, кусок печени своей, там, я не знаю, что-то даже, ну, сердца, наверное, нет, конечно. Потому что, если ты отдашь любимому сердце, а что тебе тогда останется, когда тебя не будет, а он будет, понятное дело? Ну, я имею в виду отдать почку печени, пересадку, я имею в виду. Ну, это глупо, конечно, звучит в данной ситуации. Возможно, моя печень или почка не подойдет по каким-то показателям любимому. Ну, допустим, допустим, если подойдет, отдала бы. А, наверное, не каждый бы отдал. Ой, какой озеро. Какой озеро шикарное. Такой маленький парк, вот таких вот маленьких парков строят кругом отсюда. Вот дорожка такая побегает буквально вокруг озера, там. Меньше километра стоят лавочки, там стоит беседочка, в которую можно сесть. Мы когда-то с Зулей ездили, там завтракали, взяли с собой еду, поехали позавтракали. Много лет назад где-то у меня это видео есть. Так вот, еще раз повторяю. Вот эта девочка, которая написала мне вот этот вопрос, что она боится переезжать, следовательно, там никакой любви нет. Потому что, если мы любим, мы бежим, ну, мы женщины. Я не знаю, способны ли на такие поступки мужчины, не знаю. Но женщины способны точно. Сейчас я выйду на Colonial Drive, и вот тоже. И вот опять же, вот тут вот. Вроде мелочь такая. Написано название этого райончика, как бы, Waterford Lakes район. И там много-много вот этих вот комьюнити разнообразных. И каждая комьюнити тоже имеет свое название. И вот высажены цветочки, бьют вот эти фонтанчики, и уже вот оно какое-то такое ощущение вот приятности какой-то. Просто красоты и приятности. Так что... Так, а что это у меня тут такое? Жвачка. Откуда жвачка вообще могла взяться на мои камеры? Что надо вообще делать? Кино немцы. Откуда это берется? Я, наверное, немножко резко сужу. Сегодня я рассказывала опять по поводу подарков. Вы любите... Почему вы не любите подарки? Я уже в 2005 раз повторяю, почему я не люблю подарки. Во-первых, что такое подарок? Подарок, когда ты даришь человеку то, что принесет ему какую-то радость, какое-то удовлетворение. То, что человеку нужно. Если взять, например, меня, я привыкла к жизни, когда я сама себе все покупаю, все, что мне нужно. Я сама себе всю жизнь зарабатывала, зарабатываю, буду зарабатывать. Я никогда, никогда не позволяла себе получать ни от кого подарки. Тем более, ни в коем случае никогда не упоминала о подарках. И когда у меня был любимый мужчина, и когда-то он решил мне сделать какой-то... Я не буду говорить, какой-то подарок принес мне... Там что-то мне принес, я говорю, забери, пожалуйста, потому что я могу тебя потерять. Потому что подарки для меня это какое-то как оскорбление, что ли. Подарок от мужчины это какое-то... Озерцо с лилиями. Вот оно заполнено лилиями. Что такое с камерой, не могу понять. Что-то оно у меня глючить стало. Вроде выставлены все настройки. Вот это тоже громадная шоппинг-плаза. Просто громадная шоппинг-плаза. Буквально недалеко от моего дома. Семь миль мне сюда ехать. Меньше, наверное, чем семь. И вот с той, с другой стороны, с двух сторон, просто все покрыто магазинами. Красота неописуемая. Вот мой любимый ресторан Red Lobster. Я давно не хожу по ресторанам, потому что я настолько мало стала есть. Но, сказать честно, как-то вес особо не уходит. Я просто вижу, как... Я сама за собой замечаю, что я практически уже ничего не ем. Не потому что я себя морю голодом. Нет. А вот оно у меня как-то само по себе получилось. Видимо, у меня настолько сильное было желание немножко скинуть вес, чтобы не быть такой жирнюкой такой. И оно само стало работать. Оно само стало работать. Рот закрылся. Я вообще смотрю на еду и ничего не хочу. Утром я выпиваю коктейль, как я уже сказала. Либо с бананами, либо коктейль с манго. Обязательно ложечку чайную. Семя льна. И вечером у меня такой же коктейль. А днем, когда что придется. То есть, как я уже сказала, я что-то себе приготовлю. Я вчера сделала себе этот суп, съела тарелку супа и пожалела, что я его съела. Ну, там картошка была, понятно. Там какие-то кусочки мяса были. Ну, зря, конечно, я съела. И я очень сильно об этом пожалела. Потому что я почувствовала, что какую-то тяжесть в животе. Несмотря на то, что там в основном, конечно, в супе вода, но все равно. То есть, такое что-то легкое, легкое чего-то хочется. Слава Богу, я на это перейду. Мне бы еще от мяса отказаться. Но от мяса, конечно, совсем я не могу отказаться. Я стараюсь его меньше есть. И вот я купила большой кусок ветчины. Громадный просто кусок ветчины. Сделала салат оливье. У меня большой кусок остался. Надо было суть нести. Потому что я эту ветчину не ем. Так, поехали, поехали наши. Наш терн. Поехали. Поехали. Так вот, по поводу подарков. Мне там камнями забросали. Я когда смотрю Гузееву... А он подарки дарит? Роза всегда. А подарки? А подарки? Фу. Мне вот это слово подарки, у меня аж... Фу. И как... Фу. Я просто... У меня просто слов нет. Вот это когда женщина ждет каких-то подарков от мужчины. Это Golden Coral. Это буфет чисто американский. Кстати, очень вкусный. И платите 7 долларов. И ешьте сколько хотите, пока не лопнете. То есть, никаких ограничений. Ешь хоть с утра до самого вечера. Никто не скажет, эй, давай уходи отсюда. Хватит тебе есть. Вот наш Colonial Drive. Вот ее полностью все обновили. Везде лежит новое покрытие. Ее чуть-чуть расширили. Чуть-чуть вот поставили. Сделали пошире разделительную полосу. Красота, конечно. Красота, красота. Так вот, по поводу подарков. Меня, конечно... Ну, понятно. Если вы имеете в виду подарки, там, бриллиантовые. Что-то с бриллиантами. Какие-то ювелирные украшения. Я вообще такие вещи не ношу. И для меня, наверное, было бы... Ну, я не знаю, как там... Ну, да, это понятно, что это... Может быть, какое-то внимание. Может быть, что-то. Ну, как-то не для меня. Я всегда буду чувствовать себя какой-то обязанной. И поэтому, почему мужчина должен, собственно, дарить подарки? Мужчины... Мужчины-то уже люди. Ну, мы же не дарим мужчинам кольца с бриллиантами. Ну, понятно, что мы женщины. Ну, понятно. Но все равно как-то меня это... Меня убивают подарки. Слава Богу, слава Богу, что... Слава Богу. Одним словом, слава Богу. Я разочаровываюсь в людях, которые дарят мне подарки. Я просто... У меня как-то... У меня как-то человек падает ниже плен. То есть я говорю, никогда больше этого, пожалуйста, нет. Почему? Я ходила... Не надо, я тебя умоляю. Мне для меня... Это как... Для меня люди какие-то ограниченные, что ли. Я и так тебя люблю. Без всяких подарков. И опять-таки, как можно понять... Как можно знать, что мне нужно? То есть подарок, это естественно... Ну, забудем про ювелирные украшения. Естественно, что-то то, что мне надо. А все, что мне надо, я сама себе куплю. У меня есть абсолютно все, что мне надо. Например, если человек захочет мне купить подарок в виде туфли либо какой-то одежды, он не знает моего вкуса, он не знает моих размеров, он не знает моего стайла, моего стиля. Как вообще человек... Как мужчина может... Вообще мужчина не шопится. Как мужчина может знать, что мне надо? Если, допустим, мне мужчина приносит цветы, все. Если мужчина придет на свидание с цветами, все. Это будет первое-последнее свидание, потому что это невозможно. Я много раз об этом говорила, и все равно продолжаю задавать вопросы. А почему? Ну, почему? Как-то, ну, не знаю. А другое дело, когда вам муж там что-то покупает, опять же, ладно, куда не шло. Опять же, вы говорите, муж, например, дорогой, мне надо купить, например, шубу, потому что холодно, потому что... Он говорит, ну ладно, иди, милая, выбери, я тебе куплю. Но это не подарок, потому что муж – это ваш общий бюджет, так или иначе. Ну, это уже не подарок, это какая-то необходимость, наверное. И вот подарки, подарки. Почему он не... А дарит ли он подарки? Дурдом какой-то. По-другому не могу сказать. Ну, это, опять же, мое субъективное мнение, поэтому я не прошу не соглашаться, и спорить не надо, потому что какая была, такая осталась. Я настолько независимая. Я всю жизнь независимая. Для меня вот эти оскорбляющие подарки, сломаю слово «подарок» какое-то дурацкое совершенно. Итак, фудмаркет Алди. Вот у нас открываются больше и больше. More and more, хотела сказать. Прямо на языке было more and more. То есть я пересыпаю иногда свою русскую речь английскими словами, когда иногда проще сказать на английском, либо они сами просто лезут эти слова, заменяя русский английскими. И получается какая-то каша билиберда. Ну, как мы русскоговорящие здесь общаемся? Если кто-то записал бы вот так, потом прокрутил, вы бы, наверное, ничего не поняли, потому что у нас половина слов на русском, половина на английском. Так что вот так вот. И то, что касается Самвела, я начала говорить о Самвела, как я уже сказала. Я поражаюсь людям, которые, я удивляюсь людям, которые не могут понять, прочувствовать его душу. То, что там иногда он кидается какими-то словами, иногда он огрызается с хейтером, и, собственно, правильно делает. А с другой стороны, он прекрасен в своем гневе, он красивый в своем гневе, его это сильно украшает. Почему нет? Вечно затыкает ему рот, какие-то гадости пишут, мама приехала, на маму бочку гадят. Ну, люди какие-то, вообще, как будто у вас матери нет. Как вообще можно осуждать чью-то мать? Как можно осуждать ребенка? Ну, да ладно, бог с ними. Итак, вот кругом видно, что с другой стороны продажа машин, пользованных и непользованных. Опять-таки, слово «юзаных» первое пришло в голову. Сейчас я пойду по мостику, речка, вот и канала Кахача, речка. Вот там шикарный парк, Болдинг-парк с громадными крокодилами. Ой, так хочется туда съездить, но не сейчас. Тут проехать буквально три минуты, даже меньше. Ну, не поеду сейчас, ладно. Так, вот она, приближаясь к скоростной трассе. И сейчас будет дилершип по продаже новых машин. Новых, опять-таки, где-то не едешь, везде глаза натыкаются на продажу. Вот опять продажа машин. То есть машину тут купить вообще не проблема. Но, опять-таки, я не рекомендую покупать машины вот на таких вот стояночках. Или у дилершипа юзаны, потому что вы все равно переплатите. Ну, давай, ну, что ты я стою, ну, что ты, давай. Так, затормозил резко. Вот остановка, и стоит велосипед. Велосипед, кто-то садится на автобус, цепляет свой велосипед. Вот он, дилершип. Это что? Это Ford, Jeep. Что там еще? Fiat. И что-то там еще. Люди просто добираются до автобуса на велосипеде, цепляют велосипед куда угодно, к чему-то там, этой металлической, металлической этой штучкой, и едут на работу там, либо еще куда. Потом возвращаются, садятся на велик и едут домой. Потому что автобусное сообщение, ну, не на каждом предусловит, понятно. А чтобы пройти от автобуса до дома, конечно, это немалый путь надо проделать. Вот опять продажа. Kia, вот опять Kia. Продажа Kia. И вот сейчас я подъеду, входит Nissan. 50 миль в час, а что я так медленно еду? Вот опять кругом-кругом машины продаются. И причем они завлекают всегда. Вот эти большие дилершипы, они всегда завлекают. Приходи к нам, там, несколько лет без процента, мы дадим тебе машину в кредит без процента. Только представь нам справку, что у тебя есть заработок, там, допустим, 350 долларов в неделю, по-моему. 320 долларов в неделю. Вот маленькие такие домики продаются. Ну, это как домики, подсобные такие домики, чтобы выставлять их на Бакьярд. Туда складывают всякое оборудование, там, косилка машины, все прочее. Вот он, мой любимый Nissan. Мой ненаглядный. И вот этих вот вау, 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 вот эти вау с заправкой. Ну, типа Макдональдса, то есть там можно перекусить, заправиться бесплатно. Кстати, мне вчера Рома сказал, что бесплатно можно подкачать колеса и что-то там еще. Потому что везде, везде на заправках, везде это стоит доллар. Я даже не знала об этом. Итак, я уже практически в своем сэмс-клабе. Сейчас я заеду. Пойду скуплю все, что мне надо и поеду домой. Потому что надо мне, наверное, все-таки съездить куда-то на денечек. Я дома чуть-чуть засиделась. Мне-то хочется куда-то поехать далеко. А с другой стороны, думаю, зачем оно мне надо? Ну вот, я просто люблю такие долгие, длинные поездки. Так люблю долгие поездки, когда ездишь, музыку поставишь. Боже, такая кайфушь. Просто душа отдыхает. У меня душа уже, слава богу, отдохнувшая, но все равно. Поехать немножко заправиться. У меня чуть-чуть не хватает. Не буду заправляться. Не буду. Бензин еще почти полный бак. У меня бак с бензином 21 галлон. Это 80 литров. У меня громадный этот бак. Давайте, 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 давайте. Тихо, мальчики, девочки, тихо, тихо. И вот парковки есть параллельные. Вот они, параллельная парковка. И есть не параллельные. Вот она, для инвалидов параллельные парковки. Бензин 2,28. Ну, будем говорить, на 7, на 8 центов меньше, чем кругом. Пойду заправлюсь тогда немножко. Экономия должна быть... Экономика должна быть экономной. И экономия должна быть... Вот это салфеточки. Вот она салфеточка. Промываем, убиваем микробы. И поехали дальше. Итак, мой любимый 7-склаб. Обожаемый. Это просто мой дом. Я чувствую себя здесь дома. Цветочки красивые. Вот такой кофе я беру, думаю, все. Еще были красные коробочки, но их почему-то нет. Что-то поменялось, наверное. Граунд Колумбия. Красненькую я искала. Вот она. Классик рост. Стоит 11 долларов. Ну, плюс налог 6. Следующий у меня Landry. Detourgement. Это есть, это есть. Это у меня есть. Это как бы жидкий стиральный порошок. Tide. Tide стоит 23 доллара. Этот стоит 20 долларов. 15 долларов. Тоже та же самая упаковка. 240. 14 с копейками Ultimate Clean. Или 23, или 20. Конечно, естественно, я не смотрю на марку. Оно стирает все одинаково, поэтому смысла не тратить. Вкусняшки, конечно, так и хочется. 9 долларов такая красота стоит. Но, понятное дело, я такой есть не буду. Мой любимый торт, обожаемый мой торт. 10 долларов. Боже, как я его люблю. Я бы вот целиком съела. Но мне нельзя. Надо воздерживаться. И вон целая курица 4,98. 3 паунда курица. Где-то 1,5 килограмма. Где-то 1,3-1,4 кг может быть. Вот. Она всегда свежая. Жареная на вертеле. И она стоит 4,98. Такая шикарная курица, которой хватит на победы всей семье. Помидорки, пожалуйста. Уже, как бы сказать, большенькие. И многие говорят, что тут у нас не разрешают выращивать помидоры. Огурцы, фрукты, овощи, пожалуйста, выращивайте. Только единственное, что перед домом, если вы грядки разобьете перед домом, ваши соседи, если они не хорошие, они могут на вас капнуть. То есть дома у себя на участке делайте, что хотите. Никто слова не скажет. У нас соседи даже кур держат. Так, бананы. 8 долларов. Громадные такие арбузы. Просто громадные. И вот 45-45 роллов туалетной бумаги. 18-46. Ну вот, собственно, и все, что я хотела купить. Что мне нужно было купить. Надеюсь, ничего не забыла. Такие двойные велики на два человека. Стоит 200... 300 долларов стоит. 299 с коллегами. 300 долларов. Круглый год продается клубника, которая собирается и выращивается здесь, во Флориде. Вот эта упаковка стоит 5 долларов. 2 паунда. Ну, всего лишь около килограмма. Но обычно можно купить 2 таких за 5. Ну, на скидках. Я редко покупаю, потому что она для меня невкусная. Итак, саморасчет. Сейчас сама себя посчитаю. Сама себя рассчитаю. Так, вот мой чек. 46 долларов с копейками сегодня. Все это мне вышло. Все, поехали домой. Займемся краской, покраской, ремонтом и так далее. Сейчас у меня на дверях проверят мой чек, чтобы я не вынесла чего-то. Так, раз, два, три, четыре. Точно четыре, точно четыре. Чтобы я не сперла тут нечаянно что-нибудь. Hello, I'm... How are you? Thank you. How are you? Все, перечеркнула карандашиком. Поехали. А, погодка, а, погодка. Что-то я, правда, так дома засиделась. Так мне дома уютно, но так хорошо. Но просто не хочется никуда ехать, честно. Хочется, но и не хочется. Вот как понять? Сама себя не могу понять. Думаю, надо поехать куда-то, может быть, к Хлори сидеть. Может быть, к ребятам в Майами смотаться. Нет, не хочу. Хочу. Хочу, но не хочу. Вот пойми этих женщин. Сами не знаем, что мы хотим. Просто я так долго дома никогда не сидела. Мне дома так хорошо, так уютно. У меня краски, у меня холсты, у меня стены, на которых я докрашиваю свои маки. Ай, кайфуша какая. А я все еще хожу с красными губами. Я и забыла, что мне губы красные надо. Нет, на них уже стирать. Так, пошли заправимся. Все. Все купила, все, что мне надо было купить. Слава Богу. Все заряжается. Все это, все вот это. Боже, моя любимая машиночка. Я ее обожаю. Мой маленький домик на колесах. Так, поехали заправляться. Так, осторожно, чтобы не зацепиться за эту штучку. Тележку поставила на место. В тележное место. Или в место для телег. Так, поехали заправляться. Ой, какая погода. Господи, почему я не родилась в этой стране? Ну, почему я не родилась во Флориде? Ну, с другой стороны, я родилась в Ялте. Это уже шикарное место. Ну, там была зима по полгода. Ну, вместо 3-4 это точно зима. Ой, господи, какое счастье. Какое счастье, люди, кто здесь родились. Я им завидую. Белой завистью. Так, сейчас я заправлю. У меня, наверное, галлона 3-4 не хватает в моей машине. Ну, подожду, простою очередь. Поехали. Все, местечко остановилось. Поехали, заправимся. Боже, на душе такая приятность. Ну, как же ж приятно на душе. Такие моменты просто какие-то офигительные. У меня, собственно, всегда на душе хорошо. Но вот так вот, чтобы в полнейший покой, как сейчас, это, конечно. И так, как я уже говорила, чтобы заправиться, нужно... Сейчас. Нужно вставить свою карточку, самсклабовскую. Потому что я являюсь членом этого клуба. Вставляю карточку свою. To dim, su dim. Remove your card, please. Окей. Теперь вставь your payment. Давай. Давай быстрее. Окей. Я сейчас вставляю свой payment. Remove, please. Окей. I removed. Давай дальше. Это кредит. Ой, не туда. Это кредит. Окей. Just a minute. Вставила. Да, мне нужен ресит. Да. А как же? Так, откручиваем. Откручиваем, отверчиваем. Одной рукой уже научилась. Поехали. Lift, lift, please lift nozzle. Nuzzle липнула, липнула. Chase your, select your grade. Select grade. Нет, not your. Select-нула. 2,28. Нажимаем. Вставляем. Все, пошло. Руки свободные. Оно пошло у меня само заправляться. Все. И пока заправляется, я сразу ручку, сразу ручку обеззаражу. Ой, сказочная какая погодка, природка. Включила свой чек. Почти 5 галлонов. 11 долларов заплатила. Сейчас обнулю. Показания. Все, поехали. Вот у меня 117 тысяч миль наезжены. Скоро мне менять масло. Вот тут у меня стоит. Поехали домой по задворкам. Там у нас сделали такой нехороший выезд отсюда. Вот я считаю, что надо все-таки, ну, я считаю, я считаю. Мне надо просто туда, может, обратиться. Но опять, кому это нафиг надо туда обращаться. Я, понятное дело, не буду тратить свое время, чтобы... Но там они сделали выезд немножко неправильно. И приходится обезжать вот так вот через по задкам идти. Поехали. Вот задний вид громадного магазина пробудового. Вот какая чистота. Какая красота. Ни пылиночки, ни сариночки. Просто. Вот в этом же магазине можно купить тайрс. Колеса. Вот они колеса. И вот она какая... Вот задворки. Вот они. Какая чистота. Какая красота. Никогда ничем тут не воняет, не пахнет. Вот разгружаются траки. Вот упакованы все ящики деревянные. Паки деревянные. Чистота. Чистота кругом. Всюду кругом. Куда не ткнешься. Везде чистота. Так, все. В задворке. Вот там вот озеро. Видно, вон оно озеро. Я все время посмотрю, нет ли там крокодила. Магнолия опять цветущая. Ай, сказочная, сказочная. Флорида сказочная. Так, мне надо пристегнуться. Давай, дяденька. Вот тут они сделали очень неудобный выезд. Ай, давай, скорее, 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 скорее. Пока маши нет. Только стоят на перекрестке. Давай, скорее. Вот этот выезд идиотский, конечно, они сделали. Вот здесь я могу повернуть назад. А вообще, по идее, они должны были сделать выезд вот оттуда. Вот, вот оттуда должны были сделать выезд. Потому что, если бы я оттуда спокойненько выехала, от самсклаба, мне не надо было бы проезжать через эти все задворки. Поехали, поехали, поехали. Вот опять продажа машин. Кругом продажа машин. Все занято продажей машин. Конечно, это хороший бизнес, потому что тут без машины делать нечего в Америке. Ну, не знаю, как... Опять же, есть какие-то места где-то... Может быть, Манхэттен, там, может быть, не надо машинам. А вообще, вся Америка, громадные расстояния. Манхэттен, ручеек своеобразный. Чикасоу, Чикасоу, Чикасоу. Next signal. Следующий перекресток Чикасоу. Туда-то мне и надо. Сюда-то мне и надо. Вот что-то меня... Что-то у меня смутно гложет меня какая-то мысль. Что-то я забыла купить. Мне надо купить топтушку такую, чтобы делать пюре. Сейчас я заеду в китайский магазин, куплю эту топтушку делать пюре. Вот что я хочу. Я сегодня... Я сейчас... Вот что я думаю, да. Я хочу сделать вареники с картошкой. Много вареников с картошкой. Зажарю много лука, а оболью все это жареным луком. Ой, как хочется вареники с картошкой. У меня творожок еще остался. Наверное, еще и сделаю вареники с творогом. Вот я все в спальном районе. Тут уже никаких, практически никаких продашкула будет сейчас с одной стороны. Будет заправка. Но вот это еще более-менее такая, более-менее, где могут попадаться какие-то бизнесы вот эта дорога. А туда влево-вправо все уже прошли спальные районы. И вот я проехала, 4 церкви проехала. Сразу в одном месте расположены 4 церкви. И вот они, Чикасоу Плейс пошло место в свое комьюнити. Нигара и так далее. Вот тут двухэтажные апартменты можно снять. Закрытая зона. Закрыта зона забора. Гейтед комьюнити называется. И вот тут недавно выстроили библиотеку. Я, честно говоря, так удивилась, когда ее увидела. Вот она библиотека. Совсем недавно ее тут открыли. Когда ее успели сделать, когда ее успели открыть, я не знаю. Библиотеки тут сказочные. Но мне сейчас нет особо времени читать. Поэтому я пока без библиотеки живу. Гензин 2,33. Вот везде 2,33, 2,35, 2,38. Это копейки. На Галлоне это копейки. Надо перетащить вещи из машины. Туалетную бумагу целый пак я уже перетащила. Ой, боже, как хорошо. Цветочки у меня расцвели такие красивые, фиолетовые. Слава богу, спринкл-систем теперь работает. Поливается каждый день. И уже немножко цветочки стали подниматься. Вчера своими ручками, вот надо сегодня закончить, повырывала все вот эти вот кустики. Вон, целую урну нам навырывал. И все, скоро будет травка. Надо Дублосу сказать, чтобы он включил здесь спринкл-систем. Вот еще кусок вот этот надо вырвать руками. Итак, пошли. Вот желтое мое дерево. Вон какие желтые красивые цветы. Надо было их срезать. Вот эти вот ветки, вот эти ветки длинные надо было срезать. Я просила Дублосу, он так и не срезал. И такой был бы широкий куст. А так оно же как дерево вытянулось. Итак, мои бананчики. Бананчики, кофеечек. И стиральный жидкий порошок. Опа, какой тяжелый, господи, пушечки. А как же, ладно, я пойду все это занесу. А потом закрою дверь, потому что мне рук не хватает. Просто не хватает рук. Ой, как хорошо дома. Боже, я захожу домой, у меня прям... Косиком, да. Я захожу домой, у меня сразу просто какая-то вселенская любовь к этому дому. Обожаю. Обожаю мой домик любимый. Боже, как неуютно здесь. Хорошо. Так. Ой, как хорошо, господи. Какая сказка. Я с красными губами. Красотка. Какая. Красотка. Сейчас проведу еще трансляцию. Пока я такая намазюканная. Пока с такими губистями. Пошли, шерепки надевать на улицу. Чтобы не затащить, не натащить сюда этой резюки. Надо сейчас полы помою. Я каждый день протираю пол. Не мою, а протираю. Птички поют. Птички поют. Пошли. Закрываемся. Все. Опа-ля. Все. Машинка. Стой на приколе. Отдыхай, моя родная. Отдыхай. Ты заслужила. Все, пошли. Пошли. Бросаю свои тапки. Снимаю свои тапки. Кайфуша. Как нехорошо. Забыла купить толкучку. Тя елки-палки. Хотела купить эту штуку, которая толочь. Ну ладно, я бутылкой. Любой бутылкой можно толочь. Я помню, у нас мама, когда... Ну, еще когда, не знаю, были ли эти толкушки, не были. Мама всегда толкла бутылкой обыкновенной стеклянной. Эту картошку передела. Сейчас что-то придумаю. Забыла заехать купить. Что ты будешь делать? Сейчас Зулю позвони, попрошу, чтобы привезла. Если... Скажу, хочешь? Скажу, хочешь вареников, привези мне эту толкушку. Так, меня спрашивали, сколько градусов сейчас. Итак, сейчас вот 12 часов утра и дна, как правильно сказать. Сейчас опять нахватаюсь. Ника тут... Ники мне тут насыпала песка. Опять нахватаюсь. 12 часов, и вот у нас 30 градусов тепла. 29. Ай, какая красота, какая красота, красота. Итак, сейчас буду делать варенички, а потом докрашу, докрашу свою... Докрашу свой мак там на стене. Боже, жизнь прекрасная и удивительная. Честное слово. Какая прекрасная жизнь. Итак, у меня вот эта одна фреска, так называемая, готова. А вот та нет. Я ее все выкручиваю, выбеливаю. Вот я смотрю, белый, вот этот белый кусочек, я опять его закрашу. Потому что я его немножко... Его надо сюда более, вот сюда посерединке пустить. Вот сюда посерединке. Поэтому я сто раз белый закрашу, я отхожу в сторону, смотрю снова, закрашу. Белый, красный, белый, красный, белый, красный. Но вот это уже вроде как сложилось. Будут черные точки внутри, ну вот как там. Пестики, тычинки. Тычинки, пестики. Все. Все, выключаюсь. Боже, какая сказка. Боже, как хорошо. Ой, как хорошо дома, господи. Прохладно. Ветерочек поддувает, все окна открыты. Все, всех люблю, целую. Будьте счастливы. Пока, пока, пока. Итак, момент истины был здесь. И сейчас я срываю покрова со второго момента истины. И пошли. Как мне нравится вот это. Как оно шучит. Как оно шучит. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Прямо такие кусочки-корченькие. Хотелось бы не знать, давай, не падай. Кайф. Кайф. Красной придется замахивать. Потому что там будут сначала красные, потом не закрасивай пивом. Ничего. Посмотрю. И так срываем. Ой, какая-то кожа. Вау. Вау. Надо потом пройтись. кисточкой колени и последняя что случилось? давай еще кусок и все иди сюда все стенку надо будет подкрасить немножко вот здесь вот здесь чуть-чуть а вот этот кусочек надо беленьким было закладывать в принципе все